В последнее время все чаще говорят, что телевизор мертв и кому он нужен, когда есть интернет. Но пока он живет и не собирается уходить, для нас это большой плюс, где еще мы увидим столько смешных и неловких моментов. Да еще и в прямом эфире. Сегодня мы как раз и посмотрим на 10 таких моментов. Если вы видели когда-нибудь журналистов, снимающих сюжет прямо на улице, то скорее всего у вас возникало желание попасть к ним в кадр. Может даже покривляться. Возможно даже кто-то так и делал, напишите об этом в комментарии. Но вот так мало кому бы захотелось попадать в кадр. Мы привыкли, что новости и репортажи крайне скучное зрелище, но некоторые репортеры поняли, что зрителя нужно удивлять. Вот например, прекрасный репортаж об открытии горки для детей. Многие считают, что русские туристы ужасно ведут себя в других странах. Возможно именно вас это заденет, но сначала посмотрите этот ролик. Если вам не станет стыдно, то что-то не так. Постоянные обновления это головная боль любого системного администратора. Даже на телевидении это огромная проблема. Подумаешь, Windows 10 хочет обновиться в прямом эфире во время прогноза погоды. Ну с кем не бывает. Даже во время потопа можно найти повод для радости. Даже вертолет прилетел, чтобы снять экстремалов. Но не фартануло. Журналисты пришли снять открытие нового катка. Пришли и обычные зеваки. Вот например, девушка на огромных каблуках, да еще и в мини-юбке. Но что может пойти не так? Обычно с утра людям не до веселья, но только не этим ведущим утренней программы на НТВ. В школе про такие ситуации говорили, смешинка в рот попала. А заботятся о нем только бывшие коллеги по работе. Репортаж Михаила Павловникова. Считаете, что журналисты и репортеры это люди с огромным словарным запасом и подвешенным языком? Это далеко не так. Вот репортер во время прямого эфира не смог нормально описать что-то. Это загадка для вас. О чем идет речь? Шли поезда по дороге, которая расположена в 5 метрах над землей. И все слушали выступающих ораторов, самые горячие из которых предлагали отправить с их точки зрения неугодных телеведущих на Марс. Многие не смотрят прогнозы погоды, быстро переключая на другой канал. Что-то может быть вообще интересного? Оказывается, может. Например, вот такие фейлы. Похоже, иногда стоит смотреть прогноз. Кажется, я понимаю, почему новости стараются снимать, сидя на месте и не двигаясь. Если делать не так, то постоянно будут случаться смешные казусы. Как, например, здесь ведущая просто потеряла туфлю. Если понравился ролик, не забудь поставить лайк. На этом все. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok